Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Парламент утвердил в первом чтении поправки к закону о прокуратуре, которые предусматривают два механизма отставки генпрокурора. Законопроект ПЭС предполагает, что в законопрокуратуре внесут два новых законодательных механизма, которые позволят увольнять генпрокурора. Первый механизм связан с оценкой деятельности генпрокурора. В законопроекте это называют оценкой достижений. Оценивать будет специальная комиссия при Высшем совете прокуроров. Такую комиссию могут создать по требованию президента или трех членов совета прокуроров. Комиссию должны создать в течение 10 дней с момента обращения. В нее войдут 5 человек, которых предложат президент, Минюст, Высший совет прокуроров, Высший совет магистратуры и генпрокурор. У членов комиссии должно быть не менее 10 лет опыта работы, но в комиссию нельзя будет включать прокуроров и чиновников. Комиссия сможет допрашивать любого прокурора и сотрудника прокуратуры требовать с любого человека письменные объяснения. Также комиссия сможет привлекать к работе независимых экспертов и проводить аудит, в том числе менеджмента учреждения. Как подчеркивается в законопроекте, допрос генерального прокурора обязателен. Законопроект предусматривает систему оценок генпрокурора от очень хорошо до провала. В случае провала Высший совет прокуроров должен уволить генпрокурора. Второй механизм предполагает открытие дисциплинарного производства против генпрокурора. Его, как и в случае с оценкой деятельности, могут начать по требованию президента или трех членов Высшего совета прокуроров. Но на этот раз в специальную комиссию войдут сразу два члена Высшего совета прокуроров и один представитель гражданского общества, которого предложит президент. После дисциплинарной проверки генпрокурору могут вынести предупреждение, выговор или уволить. У спецкомиссии при этом будет возможность отклонить требования привлечь генпрокурора к дисциплинарной ответственности. Это решение можно будет оспорить в течение 10 дней, обжаловать в Высшем совете прокуроров. Кроме того, проект поправок предполагает, что состав Высшего совета прокуроров снова уменьшат с 15 до 12 человек. Из совета планируют исключить самого генпрокурора. Законопроект с парламентской трибуны представил министр юстиции Литвиненко. По закону он может в течение 30 дней совмещать должность депутата и министра. Он отметил, что в действующем законе нет возможности проверять, выполняет ли генпрокурор свои обязанности. По сути, это распространит на генпрокурора действия тех же норм закона, что и на обычных прокуроров. Сказал Литвиненко. Также он пояснил, что в любом случае окончательное решение об увольнении примет Высший совет прокуроров, а поправки ориентированы на то, чтобы устранить пробелы, которые были в законе, принятом в 16-м году. Депутаты от ПЭС часто повторяли, что учитывают мнение народа, который хочет, чтобы преступники сидели в тюрьме. После таких репликах коллеги по фракции начинали аплодировать. Было бы нормально, если бы генпрокурор понимал, как работает правовое государство. Тогда после вердикта населения он бы сразу подал в отставку, сказал Литвиненко. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и не забывайте писать свое мнение в комментариях.